Всем привет! Сегодня мы с вами смотрим на приложение Зелла Рация, из названия которого уже можно понять, что нацелено оно на общение голосом. Вообще, нам его посоветовали читатели в Твиттере и предложили сделать конференцию. Отказываться мы не стали, и что самое главное, идея оказалась очень даже удачной. Именно поэтому было решено сделать обзор этой самой рации, чтобы большее количество наших читателей узнало о ней и смогло присоединиться к общению. Поехали! Начнем с того, что рация продается в App Store в двух вариантах – бесплатном и платном за 33 рубля. Платная версия отличается чуть более широкими возможностями, но по большей части нацелена на то, чтобы поддержать разработчиков. Нас же пока интересует бесплатная версия. Итак, что эта штука умеет? В приложении есть каналы, на которых собираются люди для того, чтобы пообщаться. Есть эфир, в котором одновременно может присутствовать один человек, а средняя длина сообщения в Зелос составляет порядка 20-30 секунд, за редкими исключениями бывает и больше. То есть, если вы начали говорить, то 20 секунд на сообщение у вас гарантированно есть, а после этого вас уже могут перебить другие участники конференции. Кстати, да, что самое главное, так это то, что у нас есть собственный канал. Называется он Apple Community, где, собственно, мы, члены редакции, с удовольствием общаемся с нашими читателями практически каждый вечер. Для того, чтобы присоединиться к общению, вам достаточно просто зарегистрироваться в системе и прийти в любое удобное время в конференцию. Несмотря на то, что практически круглые сутки на канале присутствуют люди, вечером все-таки собирается гораздо больше говорунов, и общение становится заметно более оживленным. Есть в этом, конечно, и свои минусы. Например, чем больше народа на канале, тем сложнее пробиться в эфир. Вообще, самый простой способ высказаться — это начать судорожно жать на круглую кнопку, когда кто-то заканчивает говорить. Кроме общего канала можно отправлять и личные сообщения отдельным людям, но, судя по всему, эта возможность в приложении не очень-то и востребована. Зато очень здорово то, что если вы свернете приложение, то продолжите участвовать в беседе, правда уже в роли слушателя, благодаря пуш-уведомлениям. В целом, зелорация получилась штуковиной, очень забавной и, нужно сказать, действительно интересной. Именно поэтому мы приглашаем всех на наш канал Apple Community, где вы всегда сможете пообщаться с хорошими людьми. Потому что плохие уже сидят в бане и вряд ли оттуда выйдут. Поэтому приходите, общайтесь и оставайтесь. А на этом всё. С вами был Илья Козаков. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большие пальцы вверх. И до встречи здесь, на Ютюбе или там, в зело. Пока-пока. Нет. Редактор субтитров А.Семкин